Всем привет, с вами вновь Эфемер Абстрактный и сегодня я вам буду показывать не мастерство, но ЛБЗ. ЛБЗ называется ЛТ-15, мастер агрессивной разведки. Возможно это видео кому-то поможет наконец-то. Это далеко не самое простое, мягко говоря, ЛБЗ. Я поначалу чё-то где-то ходил, новости читал, поэтому рушка моя стартует не сразу. Разгоняемся и начинаем нарезать круги туда-сюда, туда-сюда. Карта Прохоровка, кстати, да. Для тех, кто не в курсе, кто различает карты там типа гора, здесь аллея, а тут надо бегать туда-сюда по центру. Вот это называется Прохоровка. Цель захвачена! Ну и тоже она. Я тут пытаюсь чё-то кого-то пострелять. На самом деле это очень опасно, то есть как только вы начинаете отвлекаться на стрельбу, на вот центре этой карты, вероятность, что у вас кто-нибудь постреляет сам, резко увеличивается. Ну и тем не менее, опять же, и не стрелять, видя, что противник уже вот он, вот он, вот он, тоже не стоит. Экономя, например, на своих показателях попадания по цели. Вот, собственно, АМХ засмотрелся на меня и расплатился. Надо немного ускоримся. Бегаем, 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 бегаем. Вот ещё один засвет, ещё засвет. Тут у нас ВЗ, Объект 268, ЖГПЗ Е100. В общем, много чего я насветил. ВЗ расплатился. То есть, уже хорошо, уже не просто так. То есть, команда, опять же, чтобы ЛБЗ это выполнить, нужна команда адекватная, а не просто какие-нибудь люди, которые стоят чего-то там в конце аллеи, что-то там они делают. Может быть, лапшу едят китайскую, я не знаю. Обычно эти люди очень странно себя ведут. То есть, они стоят просто и ждут, пока вы умрёте. И потом они начинают уже возле базы отстреливаться. Ну вот, с такой командой вы, скорее всего, ЛБЗ не выполните. Потому что стрелять по вашему засвету просто будет некому. Здесь я подсветил Т-54. Немножко ускорим всё это. В общем-то, здесь ничего сложного нет. У вас должен быть просто танк достаточно выкачанный. Здесь у меня, можете заметить из видео, даже лампочки нет. Вот я решил остановиться и всё-таки, всё-таки попробовать выстрелить по Т-62. Но мне только один раз удаётся попасть. И я от греха подальше разворачиваюсь. Вот. У Рушки в чём закавыка? У неё очень медленный разгон. Но очень медленный. То есть, максималка легко достигается за 85 км в час. Даже по относительно ровной поверхности. Но надо успеть разогнаться. Если вы не успели разогнаться, то по вам попасть дважды два. Собственно, люди, с которыми я играл. Вот они. Моей команде. Те, кто выжил в конце боя, спасибо. Потому что они мне помогли. Сейчас я ещё раз ускорю. Как вы можете заметить, просадки FPS у меня по-прежнему присутствуют. То есть, я пытался это всё исправить, но ничего хорошего не получается. К сожалению, оптимизация игры под процессоры серии FX без разгона – это нечто с чем-то. То есть, полное отсутствие оптимизации. Я бы даже так сказал. Ну, а играть не на максимальных – это... В этом, в общем-то, и смысла для меня нет. Потому что у меня предтоповая видеокарта. И... Она ничего не даёт в танках. Вот абсолютно ничего. Всё упирается в процессор. Спасибо, ВГ, что оптимизировали танки. Ну и, конечно, надо... Так уж сильно-то разработчиков не песочить. Потому что здесь сочетание и плохой оптимизации, и модов всё-таки. То есть, если моды вырубить, то будет более-менее. Но без модов, опять же, я не увижу ни карты, ни каких-то звуков другой звуковой схемы. То есть, игра обеднеет сильно. Поэтому... Поэтому вот так. Здесь мне позвонили в дверь, и я решил спрятаться в речку. Замечу. Я ещё и успел открыть дверь, влезди, чем взять ЛБЗ. Так, ну что там? Сколько я отходил уже... О, отлично! Я вернулся и продолжил своё путешествие к базе противника. Ну, естественно, у меня руки чесались, чтобы забрать арту. Тем более, я выстрелю только один раз результативно, всё остальное я осветил команде. Вот арта, зараза, прячется. То есть, даже светляк не может увидеть. Настолько хорошо маскировка выкачана. Но, тем не менее, я её нахожу. Вот здесь же ГПЗ Е100, конечно, было опасно. Она чуть меня не убила. И мой бой подходит к концу. После боя вы можете увидеть результаты боя. То есть, я сейчас склею видео, смотрите, что это не подстава, ни какая... ни склейка, ничего. Всем спасибо, кто меня смотрит. В описании к видео есть полезные ссылочки. Можно поступать в группу. Ну, и досматриваем бой. и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.